Всем большой привет! Сегодня у меня посылочка от Медуза Стемпинг. Давно я мечтала познакомиться с этой торговой маркой и попробовать их замечательной пластиной. Давайте посмотрим вместе, что же мне пришло. Посмотрите, как бережно все упаковано. Здесь еще у меня штампик. Это новинка от Медуза Стемпинг. Штампик заявлен как с особой липкостью. И здесь написано с повышенной липкостью. И он должен работать на любых самых вредных пластинах. Но посмотрим на него попозже. Также в подарок идет шоколадка от Медуза Стемпинг. Очень приятно. И собственно сама пластина. Поглядите в каком она одеяле. Давайте откроем и посмотрим. Какая красота. Так, как же тебя достать. Вот такая красивая девушка на обложке. Пластина называется «Зима-холода». Пусть зима будет снежной. С у нас в скобках, то есть на мелком нежной. Но будем надеяться, что так и будет. Сзади на обложке, на конверте у нас нарисованы сами рисунки. То есть представлена пластина. Ну и давайте посмотрим. Какая прелесть. У пластины имеется демо-лист, на котором видны все рисунки. И очень удобно это в работе. Можно приложить к пальчику, к ноготочку и посмотреть, какой рисунок вам подойдет по размеру или по какой-то задумке вашей. Ну и сама пластина, она имеет такую матовость. Посмотрите, как красиво все сделано. И также пластина имеет отверстие для специального альбома, который тоже можно отдельно приобрести и вставлять эти пластины туда. Сзади у нас красиво тоже эмблема «Медуза-стемпинг» напечатана. Ну, шикарно. И давайте смотреть поближе. Я думаю, на демо-листе будет намного понятнее, что за рисунки. Номер пластины 002. И посмотрите, какие классные рисунки. Здесь у нас и зимние, и есть даже осенние. То есть вот листочки разные. Можно сделать осенний дизайн. Рябина. Деда Морозы. Санта-Клаусы. Ну, то есть на любой вкус и цвет. Мышата, котята. Снегурочки. Надписи также интересные. Ну, сделаем с вами несколько вариантов дизайнов. Мне самой уже не терпится попробовать. Пока отложим в сторонку пластину и посмотрим на штампик. Значит, заявлен как штамп с повышенной липкостью. Давайте, наверное, снизу его лучше откроем. Он очень хорошо упакован в пакетики. Еще идет скребочек в комплекте. Ну, замечательно. Ой, какой красивый. Матовая поверхность такая здесь интересная. И рисунок нанесен. Штамп у нас двойной. Посмотрите. Значит, снизу у нас имеется подушечка. Да, вот перчатки. Видите, как прилипает хорошо? Палец. И подушечка с другой стороны. Очень прозрачная. Замечательно. Да, липкость хорошая. Такая, знаете, как скотч. Приятная липкость. Классный штампик. Обязательно протестируем вместе с пластинкой. Сделаем какие-нибудь рисунки. Ну, прикольно. Очень мне все понравилось. Давайте тестировать. Ну, вот, подготовила я к работе. Освободила пластину от пленочек. Здесь были две пленки. И посмотрите, как красиво выглядят рисунки. Вот такие есть забавные. Я долго смеялась. Особенно над вот этим рисунком. С багойного Нового года. И вот наш советский Дед Мороз с шампанским. Тоже прикольный очень рисунок. Долго сидела, разглядывала. Очень хорошо, что матовая поверхность. То есть, ничего не бликует. Вот лампа, допустим, у меня сверху светит. И в глаза уже она не отражается в пластине. Как обычно бывает. Ну что, давайте что-нибудь с вами придумаем. Сотворим какие-нибудь дизайны. Для первого дизайна я приготовила вот такой цвет гель-лака. У нас будет сначала осенний дизайн. Потому что, как бы зима еще не наступила. И сейчас еще актуальная осенняя тематика. Берем наш штампик. Красивый. Так. И хочу сделать для фона сначала рисунок вот этот с веточками. Значит, берем мы черный цвет. Любой лак для стемпинга, какой у вас есть. У меня в данный момент от Бон Претти. Наносим его на пластину. Забираем наш штампик. Посмотрите, как хорошо взялся рисунок. Все лишнее убираем. И отпечатываем. Классно отпечатывает. Если где-то что-то не достало, мы можем всегда вот так вот добавить кусочками. Если у нас такой рисунок идет, который как бы не единое целое, а вот именно в разброс. И у нас уже будет вся поверхность занята рисунком. Теперь берем молочную базу. У меня тоже вот такая от Бон Претти. И наносим сверху, прям на рисунок, эту базу. То есть у нас будет такой теневый рисунок. Сзади будет фон, который мы сейчас создали. А на первом плане уже будет, собственно, сама композиция рисунка. Много не наносим, но в то же время, чтобы немножко создавалась такая дымка. Полупрозрачность. Я думаю, достаточно. Сушим в лампе минуту. Липкость мы не снимаем. Она нам понадобится, потому что мы сейчас будем делать реверсивный стемпинг. Если, конечно, она не очень жирная, пальчиком просто вот так можно потрогать. Если она как скотч прилипает, то все хорошо. Если жирная такая размазывается, то такую липкость лучше убрать и нанести праймер. Для реверсивного стемпинга я хочу попробовать вот эти веточки. Это у нас шиповник, я так понимаю. Отпечатываем. И оставляем на штампике. Не бойтесь, что у вас там что-то высохло. Главное успеть снять рисунок на штамп. А дальше уже задача раскрасить эту красоту. Добавить туда ярких красок. Пластиночку пока убираем. И достаем цветные краски. Лаки для стемпинга. Сначала добавляем красный цвет. У меня вот такой. От Николь Дайри. Много не ставим на палитру, потому что лак имеет свойство быстро засыхать. И раскрашиваем ягодки. Очень аккуратно это делаем, бережно. Стараемся не тянуть краску на себя. То есть просто вот ставим капельку и как бы ее там распространяем по всей поверхности. Не тянув кисть. Потому что вы потянете за собой весь рисунок. Мало тоже не берем и много тоже нежелательно. Вот, раскрасила ягодки. Можно проверить себя, перевернув обратно. Все хорошо, все вас устраивает. Оставляем так. Теперь нам нужен зеленый цвет для листочка. У меня вот такой от свинки. Тоже ставим капельку на палитру. И раскрашиваем листик. Тоже делаем это очень аккуратно. Берем капельку и вот так просто тянем. Немножечко аккуратно. Стараемся по верху как будто идем. Не по рисунку самому черному, вот этому контуру. А именно, вот как будто за собой капельку эту тянем. Но в то же время, чтобы у нас везде все было закрашено. Все. Оставляем теперь высыхать. Мы обязательно должны убедиться, что лак высох. Ну, по нему будет, знаете, как матовая немножко такая поверхность. Не спешим сразу отпечатывать. Никуда он у нас не убежит, не денется. Даем ему хорошо просохнуть. И только после того, когда вы убедились, что лак действительно просох, мы переносим рисунок на типс. Так, здесь мы можем посмотреть, как нам композицию какую составить. Ну, я думаю, вот так, наверное, будет хорошо. И получается вот так. Ну, это, естественно, у нас еще не завершенное. Мы можем еще чего-нибудь добавить интересного с пластинки. Сейчас посмотрим. А чтобы посмотреть и понять, что нам тут больше всего потребуется, мы можем взять демо-лист. Вот для чего он и предназначен. Можем сюда добавить рябину. Видите, вот здесь рябина есть вот такая. А можно просто вот эти черные веточки. Ой, они будут очень... Видите, какая хорошая липкость. Они будут очень здесь актуальны. Можно добавить вот эту веточку. А можно какого-нибудь сюда персонажа. Допустим, вот эту девушку. Она мне очень понравилась. Давайте попробуем ее сюда и отпечатаем. То есть, здесь у нас фигуры все в основном зимние. Они уже у нас одеты. И все, а девушка стоит просто в платье. Ну, как бы для осени, я думаю, еще нормально. Давайте ее сделаем. Ну, и снова берем черный лак. В основном всегда для контура у нас используется черный. Когда мы делаем реверсивный стемпинг. В основном черный. Можно, конечно, попробовать и другой. Но как бы будет четче. Посмотрите, как хорошо отпечаталась наша девушка. Убираем все лишние вот эти кусочки, чтобы они у нас не попали. И тоже так же отставляем. Добавляем теперь на палитру краски, и какими мы будем раскрашивать. Берем по одному цвету, потому что они быстро высыхают. Начнем, наверное, с волос. Решила я ее сделать блондинкой и взяла вот такой желтый цвет. Ставим капельку на палитру и раскрашиваем волосы. Здесь у нас есть бантик, поэтому его обходим стороной. Чтобы не затягивать видео, я раскрасила волосы. Теперь бантик. Бантик можно сделать более контрастный, то есть потемнее, чем цвет волос. Я взяла вот такой вот бордовый цвет и очень-очень аккуратненько мы его раскрашиваем. Так, и здесь еще у нас кончик от бантика остался. Можно проверить вот так вот, перевернув. Видите, да? И теперь у нас платье осталось и плечи раскрасить. Платье у нас получилось вот такое синего цвета, а плечи такие темно-розовые. Больше цвета я не нашла. Но я думаю, что мало ли, может, у нее там какая-то кофточка розовенькая. Ну, все, дожидаемся теперь и отпечатываем. Ну, и пришло время отпечатать. Ставим ее немножко ниже, чем наш рисунок с ягодками. Ну, и такое впечатление, что она у нас стоит под деревом и думает о будущем. Здесь еще можно дополнить веточками. Веточки я решила взять с того же рисунка, который у нас был фоном. И просто вот здесь снизу как бы закрыть вот этот кусочек, который у нас остался. Вот видите, юбка как будто прерывается и нам надо чем-то обыграть этот участок. Просто возьмем вот эту веточку крайнюю и просто переносим вот так вот снизу. Все, я думаю, уже всего достаточно. Можно даже вот так вот ягодки вот эти добавить где-то. И вот этот участок у нас уже прикрыт и все как будто так и задумано. Перекрываем топом и дизайн готов. Для следующего дизайна я приготовила вот такой вот градиентик и хочу сделать теперь более юморной дизайн. Возьмем нашего русского Деда Мороза, который мне так понравился. И сделаем реверсивный стемпинг с Дедом Морозом на светлую часть типса. Также отпечатываем его черным цветом. Захватываем желательно всю часть, чтобы он у нас весь попал вместе с бутылкой шампанского, которая у него в руке. Как видите, все прекрасно отпечатывается, берется на штампик. Штампик действительно очень липкий. Так, вот он у нас, заготовка есть Деда. И теперь мы его раскрасим. Я это сделаю за кадром, вы уже поняли, как это все происходит. Чтобы не затягивать, сделаю за кадром и вернусь. Девчонки, ну что, Дед Мороз у меня готов. Посмотрим, как он у нас выглядит с обратной стороны. Ну, прикольно, плохо фокусируется, конечно, не хочет. Наверное, уже под хмельком. Дождемся высыхания и отпечатаем. Так, куда же мы его посадим? Ну, пусть он будет у нас посерединке. А вот так забавно выглядит Дед Мороз. Ну, чего-то же не хватает, да? Ну, и опять, благодаря демо-листу, мы можем придумать, чего ему не хватает. Ему не хватает снегурки. Как раз вот такая стройная девушка сейчас окажется рядом с ним. Ну, и волшебным образом снегурочка оказывается рядом с Дедом Морозом. И опять, чего-то не хватает. Не хватает снежинок и надписей. Благо, снежинок здесь у нас мерено-немерено. Можно выбрать любые и маленькие, и крупные. Надписей тоже много, но давайте, наверное, сделаем сначала снежинки фоном, а потом сверху поставим какой-нибудь надпись. Удивительным образом у нас появились снежинки. Обожаю печатать снежинки. Жду Новый год с удовольствием. Теперь буду печатать этой пластинкой любого вида, любого диаметра, размера и рисунка. И осталось нам сделать просто надпись. Сейчас будет сделано. Ну, как вам? Я думаю, прикольно. Ну что, перекрыли топом и дизайн готов. Ну, а для следующего дизайна, вот такой нежный голубой с поталью гель-лак, я нанесла. И давайте сделаем фон из снежинок и что-нибудь придумаем после. Благо, фонов тут у нас интересных много. Ну, я решила сделать вот этот, где снежинки более маленькие и будет очень красиво смотреться. Добавляем снежинки на главный фон. Я решила их сделать белыми. Видите, немножко нам не хватило. Можно сделать еще отпечатать и добавить. Можно, конечно, оставить и так. Я думаю, так тоже очень красиво. Можно добавить белым цветом, можно добавить серебристым, либо черным. Тоже будет красиво. Но я, наверное, оставлю так. Лучше мы здесь что-нибудь изобразим. И все-таки я решила сделать продолжение белым фоном. И у меня возникла идея. Раз здесь стоят цифры, мы составим сейчас будущий год по цифрам и разместим на этом фоне. Вот так фон выглядит уже полностью. Ну, круто же! Ну что, как-то так. Ну что, вот такая радостная надпись. Я думаю, на этой ноте будем заканчивать видео. Вот такие получились у нас интересные дизайны. Новогодний, осенний и еще один новогодний. с такой приятной фразой погнали дальше. Я надеюсь, в следующем году будет все хорошо у нас. Дай Бог всем мира, добра, благополучия. И на этой приятной ноте я заканчиваю свой обзор. Мне очень понравилась и пластина, и штампик. Будем обязательно пользоваться. Оставлю ссылочки на эти товары под видео. Приглашаю всех в свою группу Телеграм-канал и группа в Телеграм, где мы общаемся, обмениваемся ссылочками. Поэтому добро пожаловать туда. Всем спасибо за просмотр. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!